здравствуйте с вами проект валентина сегодня мы познакомимся заново с программой валентина вернее познакомимся с другой стороной этой программы все вы знаете программу валентина знаете ее вот в таком виде но у меня сейчас открыт файл с чертежом прямой юбки вы все умеете пользоваться этой программой знаете ее инструменты функции ее возможности кто-то больше кто-то чуть меньше но все мы привыкли смотреть на эту программу и видеть ее вот такой но у программы валентина есть и другая сторона дело в том что программа валентина файл с чертежом а также файл с мерками это текстовый файл файл с текстовой информацией и поэтому этот файл можно открывать не только напрямую вот так как вы сейчас видите на экране но и с помощью текстовых редакторов но текстовые редакторы это такие специальные программы которые открывают текстовые файлы и воспроизводят информацию с этих текстовых файлов ну вот допустим текстовым редактором является программа блокнот она у многих встроена на компьютере но существует еще некоторые другие программы которые также являются текстовыми редакторами и с помощью этих текстовых редакторов можно редактировать то есть изменять информацию в каком-то файле программы валентина и при этом будет изменяться сам чертеж ну или мерки если редактирование производилась в мерках вот давайте сейчас зайдем вот в этот файл с помощью текстового редактора я буду использовать программу not под плюс плюс вот давайте посмотрим что у нас здесь есть давайте откроем таблицу переменных допустим у меня тут много прибавок есть предварительные расчеты и вот давайте у нас тут есть первая прибавка прибавка к талии два сантиметра прибавка бедра вот два с половиной сантиметров pt pb давайте запомним их вот как они написаны в таблице переменных и попробуем их изменить текстом редакторе закрываю и закрываю этот файл и теперь открою тот же самый файл но с помощью текстового редактора вот этот файл да и самое главное если вы будете что-то изменять в этом файле на всякий случай сделайте копию потому что вдруг что-то пойдет не так что то вы не то сделаете сломаете файл чтобы у вас осталась копия так нажимаем на этот файл правой кнопкой мыши выходит контекстное меню и нахожу строчку редактировать в notepad плюс плюс и вот открылся такой текстовый файл тот самый файл с выкройкой прямой юбки который мы сейчас открывали самым обычным образом здесь собрана вся текстовая информация относящийся к данной выкройке к данному файлу вот идет название прямая юбка мои заметки тут разные дальше мерки написано какие мерки были прикреплены данному файлу дальше идет раздел с прибавками вот прибавки к меркам прибавка к талии прибавка к бедрам и так далее разные прибавки ниже идет вот эта группа это предварительные расчеты какие у меня были рассчитывала тут суммы вытачек растворы вытачек ширины деталей и дальше идет построение чертежа вот прямая юбка симметрия здесь строчка за строчкой все по порядку можно увидеть какие объекты строились как они строились вот допустим первая точка название точки nb координаты точки в системе координат следующая строчка строилась от этой точки на 90 градусов был отрезок вот длина этого отрезка линия черного цвета которая использовалась при построении координаты ну и так далее вот точки строились линии между точками сплайн вот кривые строились ну и так далее чертеж довольно большой поэтому очень много строчек какие формулы использовались для построения то есть здесь перечислена вся вся информация как строился этот чертеж дальше идут построение деталей какие линии использовались деталях долевая как строилась ниже еще идут группы видимости вот у меня две группы были вспомогательные линии и шлица ну и все на этом информация чертеже закончилась и вот этой информации можно пользоваться и не только пользоваться но также и изменять конечно это нужно делать с умом знать что нужно изменять вот допустим давайте вернемся к нашим прибавкам и изменим прибавку к талии вот строчка прибавка к талии формула прибавка к талии у меня было два сантиметра и называется pt вот давайте изменим сделаем не два сантиметра а один сантиметр давайте изменим вот это название конечно название изменять рискованно потому что дальше я использовала именно вот это имя в разных формулах и чертеж может сломаться не открыться но в данном случае это можно сделать просто я хочу показать как изменится на сейчас вот эта прибавка было pt давайте поставим прибавка к талии дописываю талии и все и закрываю этот файл пока больше ничего не изменять не будем сохраняю и закрываю и давайте откроем тот же самый файл самым обычным образом открыть вот юбка прямая симметрия самым обычным образом посмотрите сразу чертеж изменился а вернее сломался потому что я изменила название прибавка к талии давайте откроем таблицу переменных и посмотрим что произошло вот она прибавка к талии было два сантиметра стало один сантиметр и название тоже изменилось прибавка к талии то есть мы можем изменять информацию не только напрямую вот здесь но также с помощью текстового редактора давайте вернемся на место пока окончательно не сломался этот файл обновить вот вытачки вернулись на место давайте изменим один на два как было обновляю и вот чертеж немножко изменился то же самое с помощью текстового редактора можно открыть и отредактировать файл с мерками и вот я сейчас покажу вам один пример как можно изменять файл мультиразмерных мерок даже в том случае когда обычным способом это сделать нельзя вот у меня открыт файл с мультиразмерными мерками и и прежде чем получить такой файл мы настраиваем таблицу преднастроек вот такую вносим минимальное значение максимальное значение шаг и базовое значение и вот эту таблицу преднастроек изменить уже нельзя то есть вот допустим рост у нас максимальный рост 170 сантиметров ну допустим я немножко ошиблась и мне нужно максимальное значение 180 сантиметров они 170 но здесь уже ничего не изменить и если пользоваться файлом обычным способом то ничего не остается как закрыть и удалить вот этот файл и заносить информацию заново но с помощью текстового редактора можно исправить это вот я закрываю этот файл с мультиразмерными мерками и открою его сейчас с помощью текстового редактора программы notepad++ вот я открыла мультиразмерные мерки с помощью текстового редактора вот все данные все мерки и вот здесь вверху идут наши преднастройки вот она рост базового значения роста максимальный рост 170 минимальный 146 и шаг смещения 6 сантиметров и вот что я делаю у меня максимальное значение 170 мне нужно 180 я меняю 170 на 180 самым обычным способом с клавиатуры но дайте не 180 потому что у нас шаг 6 сантиметров а 176 допустим или 182 пусть будет все остальное оставляю таким же самым образом можно менять преднастройку размеров вот в этих строчках обхват груди и обхват бедер у меня в данном случае есть ну вот я поменяла рост и закрываю сохраняю и дальше открываю этот файл самым обычным образом и посмотрите теперь вот сюда как у нас изменилось было максимальное значение 170 сейчас появилось данные 176 рост и 182 максимальный рост то есть с помощью текстового редактора мы сделали сейчас то что нельзя было сделать обычным образом вот для чего нужен текстовый редактор ну программисты те кто умеет хорошо пользоваться разными программами в том числе и текстовыми редакторами если у вас сломался файл с выкройки не открывается какая-то критическая ошибка произошла таким же самым образом открывают с помощью текстового редактора и исправляют файл и потом этот файл может открыться самым обычным образом но еще раз повторю если вы не программист если вы плохо в этом понимаете то делайте себе копии файлов чтобы в случае ошибки у вас осталась резервная копия ну вот и все на сегодня следующий раз мы покажем вам еще кое-что интересное что можно делать с помощью текстового редактора